Мы считаем, что нарушены несколько статей Европейской конвенции. 5, 10, 11, 18, об этом мы сегодня говорили, в суде. И в этот раз мы будем особенно при обращении в Европейский суд напирать на том, что данное задержание, все эти действия, которые произошли с 26 числа с Навальным, это является следствием политической мотивированности, а не преследует цели правосудия. Как оно должно быть в нормальном государстве? Скажите, правильно ли я понимаю, что судья, посмотрев видеозапись, увидела там, как сотрудники полиции предъявляют удостоверение и делают все остальное? Судья не смогла увидеть на видеозаписи, как сотрудники полиции предъявляют удостоверение, представляются, что-то вообще объясняют Навальному и так далее. Но, тем не менее, суд посчитал, что даже посмотрев эту запись и не увидев ничего того, что говорили сотрудники полиции, их показаниям необходимо доверять, их показаниям необходимо положить в основу приговора, в основу решения, поскольку они непротиворечивы, и у них вообще нет никаких оснований. Они раньше с Навальным не были знакомы, поэтому у них нет оснований его оговаривать и говорить какие-то неправдивые вещи, наверное. Видео это опровергает их показания. Суд с удовольствием его посмотрел, но при этом посчитал, что не хочет он видеть того, что там было изображено на этом видео. Вы считаете, что ваши шансы на обжалование будут успешными? Обжалование в Европейском суде, я думаю, что это просто даже говорить не о чем, это 100% результат будет положительный. И мы уже это доказали, неоднократно обращавшись в Европейский суд по аналогичным ситуациям. И даже, наверное, не такие они были выпиющие по своему беззаконию, как то, что произошло сейчас. А расскажите, как содержится Алексей сейчас в спецприемнике? Ну, нормальные условия содержания, в спецприемнике, собственно, он может достаточно спокойный образ жизни вести, читать, отдыхать, спать, час прогулок в день. А что за спецприемник? Во втором спецприемнике. Спасибо. А вы рассчитываете на компенсацию со стороны наших властей после обжалования в Европейском суде? Да, естественно, будут признаны нарушения, и мы уже это проходили, опять-таки я говорю, неоднократно. Достаточно крупные суммы присуждали с компенсацией в Европейском суде. И власти вынуждены выплачивать эти деньги. И что мне особенно прискорбно, то что эти деньги берутся из кармана налогоплательщиков, да. Московский городской суд, Тверской суд смотрят на видеозапись и не видят то, что там действительно изображено, а потом, опять-таки, мы должны расплачиваться за ошибки наших властей. Продолжение следует...